Роя Джонсон Рург Залдостанов, руководитель российского байк-клуба «Ночные волки». Он приехал с несколькими членами своего клуба. Они привезли с собой огромный российский флаг, который развернули прямо в фойе Шереметьево терминала Е в зале прилета. Также они принесли с собой таблички с надписями «Добро пожаловать домой, Рой». Среди встречающих также была замечена известная российская певица Елена Максимова. Она, в частности, выступает на многих турнирах по боксу. И последний раз это было в Венесуэле, где она исполняла гимн Российской Федерации. Давайте посмотрим, как встречали Роя. Рой! 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 Спасибо вам! На пресс-конференции Рой Джонс что интересного сказал сегодня? Ирина, на самом деле была масса вопросов, и все пытались задать свой вопрос. Журналистов было очень много. LifeNews задал интересовавший нас вопрос. Дело в том, что недавно приезжала жена Роя Джонса в Россию, которая таким образом выразила поддержку его решению принять российское гражданство. Вот мы и спросили, а собираются ли остальные члены его семьи, у него шестеро детей, принять российское гражданство. Давайте послушаем, что он ответил. Моя семья тоже переедет в Россию. Моя жена будет жить в России. Кроме этого, журналистов интересовали такие вопросы, для чего Роя российское гражданство, на что он ответил, что у него очень много друзей в России и российский паспорт позволил бы ему беспрепятственно, легко приезжать в Россию, когда ему этого захочется, не создавая волокиты с визой и так далее. Также журналистов интересовало, надолго ли он приехал, какие у него планы. Он собирается записать дуэт с той же певицей Еленой Максимовой, о которой я говорила ранее. И, насколько мы знаем, это будет песня о любви к России на двух языках, на английском и на русском. Но, извини, перебег к слову про языки. Не так давно Роя Джонс, когда он только объявил о том, что он хочет российское гражданство, он торжественно пообещал на телекамеры, что он начнет учить русский язык. Он какие-то успехи уже продемонстрировал? Да, Элина, на самом деле, несмотря на то, что на пресс-конференции он говорил на английском языке, он продемонстрировал знание русских слов. Это были обиходные такие выражения, как «спасибо», «привет», «как дела?». Но вот с помощью делегации, которая его встречала, он сказал целую фразу на русском. Давайте послушаем. До свидания. Давай. Русский. Я люблю тебя, Россия. Я люблю тебя, Россия. Я люблю тебя, Россия. Россия.